Ребята, всем привет! Новый подкаст подоспел. Сегодня у нас в гостях моя подруга Лиза Кей. Лиза это TikTok, Instagram-блогер, больше 300 тысяч подписчиков на TikTok, около сотни на Instagram. Но самое главное, она супермодель с многолетним стажем. Настоящая модель, а не модель. Была на обложке Playboy, это я точно помню, и на обложках всех самых крутых реально журналов мира. Я уже участвовала во всех показах, каких только можно. Поговорим о модельном бизнесе, о стереотипах, как стать моделью, сколько моделей зарабатывают, сколько платит Playboy, про голые сиськи. В общем, все как надо. Подписывайтесь обязательно на канал. Если еще не подписаны, ставьте лайк, пишите в комментариях, предлагайте гостей, которых вы хотите видеть на нашем подкасте. Погнали смотреть! Я снималась на обложке Playboy, у меня также есть три обложки вон. Кому дала за Playboy? До самого последнего момента я думала, что это ошибка. Эскортница, шлюха. Ну, Леонард, да, неплохо. Я в него два раза была в гости. И параметры должны быть для того, чтобы стать действительно успешной моделью. По канонам стандартам. Значит, рост от 1,75 до 1,78, параметры 90-60-90. Я живу в маленькой деревне. Могу ли я быть моделью? Да. Ты готова? Мне кажется, этот выпуск просто будет на гига. Короче, Лиз, привет. Привет. Я буду с телефоном сегодня постоянно. У нас с предпредыдущего подкаста пошла традиция такая, короче говоря, начиная с Кирюхи, Кома Репаблик, потом Толик, Столица Мира, Шараут. Пацаны, спасибо за поддержку, за подкаст. Кто не видел, посмотрите, обязательно очень интересно получилось. В общем, пошла традиция такая, я кидаю ребятам, подписчикам, клич и спрашиваю аудиторию вопросы человеку, который придет на подкаст интересующий. И, соответственно, перед нашим подкастом я вчера тоже сделал, ты поддержал, тоже спасибо тебе большое за это. Поэтому я, короче, на удивление, я получил много интересных вопросов. Некоторые вопросы горячие, некоторые, я даже зачистить не буду, но я тебе уже переделюсь. А зря. Перед камерой уже сказал, да, как бы там, они не имеют смысла, там просто утверждение, как понимаешь, они тебя увидели. Просто сухие факты. Вот, поэтому буду, короче, не как обычно я делаю, блоком, а я, короче, их пущу по всему нашему подкасту, окей? Давай тогда начнем просто для тех людей, кто, ну, не знает, кто ты. Можешь, ну, в паре слов, Лиза Кей, ТикТок, Инстаграм, блогеры, самое главное, модель, настоящая модель. Настоящая. Поднимем, поднимем сразу глубину просмотров и охват. Была на обложке Плейбоя, поговорим в течение видео, так что смотрите. Давай, тебе слово. Ну, привет, Дима, меня зовут Лиза Кей, я родилась в Ростове-на-Дону, сейчас я проживаю в городе Лос-Анджелес, а за моей спиной 14 лет модельной карьеры, карьеры той самой, настоящей, да, к сожалению, все время приходится это уточнять, блин, потому что сейчас, конечно, да, слово модель, оно настолько размытое, и модели это вот, блин, начиная там от официанок, официанток красивеньких на дне рождения Ди Каприо, кончая Инстаграм какими-то телочками, тиктокершами, то есть модели, которую вот мы все знали, знаете, там, Кейт Мосс, Синди Кроуфер, то есть эта девушка, которая ходила по подиуму, там, снималась на постерах, на журналах, на обложках ВОК, это то, что я все делала, я горжусь тем, что я вот участвовала именно вот в самой настоящей фэшн-индустрии и продолжаю в ней участвовать, вот, как-то так. Круто, ты сама, судя по футболке, если кто-то не понял, из Ростова, да? Да, да. Вот тогда давай прям начнем сразу с одного из вопросов твоей аудитории, это девчонки, я видел, что пришли от тебя, тут некоторые, вот, и вот вопрос от девочки с никнеймом Нурсезимесикеева, извините. Сразу слышно, Ростовчанка. Я живу в маленькой деревне, могу ли я быть моделью? Да. Вот можешь на примере... Своей маленькой деревни, да. Как ты, вообще, как ты пришла к тому, что ты в итоге, там, я знаю, ты в Париже, и в Л.А., и в Нью-Йорке работала, как вообще, как это происходит, как становится моделью девочки? Слушай, это на самом деле хороший вопрос, я не сомневалась, что мы с него начнем. В далекие 2005-е, когда я начинала, не было ни Инстаграма, ни Гугла, ни Айфона, вообще ничего не было, поэтому, как я начинала, из своей большой деревни Ростов-на-Дону, в которой на те времена не было вообще модельных агентств, не было вообще моделей, то есть я по сей день являюсь, можно сказать, основоположницей в своем городе модельной индустрии, на те времена мы записывали с мамочкой CD-RV диск, просто фотографии на фоне простыни, которые мы вешали на дверь спальни родителей, делали фотки в каком-то ужасном купальнике, потому что, ну, модель, конечно же, нужно фотографии в купальнике, ты высылаешь их в модельное агентство. Если ты из Ростова, Иркутска, из маленькой деревни, скорее всего, стоит выслать фотографии в столицу, то есть в Москву, в Санкт-Петербург, если ты в Украине, то это в Киев и т.д. и т.п. Мы записали там 10 каких-то супернеловких фотографий в купальнике, я помню, что у меня тогда купальник был такой, знаешь, с блестками в пионах, знаешь, как модно в России было. Кубань. Кубань. Ну, такой же по-богатому, красивый купальник. И вот это вот мы 10 фоточек записали на фоне простыни с моим перепуганным вот так вот лицом, боком, передом, и выставили на то время это всё в Москву. Блин, тогда это всё настолько было вслепую, то есть если сейчас девчонкам вообще просто, они могут загуглить агентство, загуглить людей, которые там работают, у всех есть инстаграм и статьи, то есть если у агента или агентства плохая репутация, это всё будет в интернете, то есть сейчас вообще бояться нечего. Если с вами связался какой-то агент через инстаграм или вы хотите кому-то написать, просто загуглите, посмотрите отзывы, если всё чистенько и красиво, высылайте им свои фотографии, портреты, фотографии в купальнике по имейлу и просто ждите ответа. Я повернусь назад к своей истории, в то время я высылала почты, и ответа мы ждали просто на домашний телефон, и опять же хочу вот тоже добавить, и всегда всем девочкам говорю, мне с первого раза не ответили, со второго раза не ответили, ответили только с третьего раза, поэтому тоже то, что я часто рассказываю в инстаграме девчонкам, не стесняться, не бояться отказов, если вы чувствуете, что это то, чем вы очень хотите заниматься, и вы прям супер-пэшнант и готовы, вот как я в своё время, лбом стены разбить, но, блин, пробиться, то не стесняйтесь, шлите фотки на имейлы агентств, на официальные сайты агентств, и ждите ответ, дай бог положительный. Слушай, а как не попасть на, не знаю, всяких извращенцев и людей, которые просто хотят увидеть твою фотографию в купальнике? Слушай, то же самое, что я сказала, просто смотрите в гугле, если это официальный сайт с официальной почтой, то есть если, это какой-то там лёшапупкинсобакаджимейл.ком, то такие имейлы лучше не высылать фотографии, если это официальный имейл, официальный, как-то сказать, хэндл, то есть там эриксобакамодалзванемосква.ком, то есть это должно быть официальный хэндл, то туда можно смело высылать. Опять же, вернусь в инстаграм, можно всегда найти девочек, которые уже подписаны с этим агентом, написать им просто личное сообщение в инсту, написать «Привет, меня зовут Маша, я из деревни под Иркутском, мне 15 лет, я боюсь извращенцев. Подскажи, пожалуйста, извращенец ли твой агент?» Мне лично регулярно это пишут по поводу моего агента, мой такой центральный материнский агент, он живёт в Москве, очень часто он пишет, если он видит красивую девочку в инстаграме, он ей напрямую прям пишет «Я агент вот таких там супермоделей» и высылает список, и за часу он говорит прямо, то есть если вы хотите, вы можете написать этим девочкам, они вам дадут про меня отзыв, и мне приходят эти сообщения от девочек, где они говорят «Здравствуйте, мне вот Михаил написал, а он точно агент, вы точно продюсер?» И я всегда говорю «Да, вообще супер, я с ним работаю 6 лет, поздравляю, подруга, тебе написал хороший агент, занимайся». — А скажи мне, ну, вернёмся к твоей персональной истории. Я знаю, опять же, из наших там личных разговоров, когда мы там с ребятами играли в «Мафию», встречаемся у наших общих друзей, что ты работала, ты рассказывала в Париже, в Европе. — Да, везде, везде. — Вот можешь вообще, так сказать, огласить свои регалии в модельном бизнесе самое такое, самое клёвое, что ты делала, рассказать об этом немножечко? — Так, сейчас я... Ну, я действительно объездила, я жила везде, я жила 3 года в Милане, 4 года в Париже, 2 года в Гамбурге, немножечко в Лондоне, немножко в Испании, то есть я на сегодняшний день подписана самыми крупными модельными агентствами мира, в Америке я подписана с таким агентством, как Вильгельмина, если кто-то знает. Слушай, легче сказать, что я не делала. Вот я с гордостью это скажу, то есть я делала фэшн-вик в Париже, в Милане, я ходила для известных шоу, я была лицом Эстелаудер, Герлен, Олей, я снималась на обложке Playboy, у меня также есть 3 обложки Vogue. — Ещё раз скажи на всех случаях, мы попозже об этом говорим. — Да, к Playboy мы вернёмся, всё нормально. Парни, спокойно. — Просийский мы поговорим сегодня. — Просийский обязательно. — Всё, шикарно. — Реально, просийский, вот я прям с удовольствием расскажу. — Интересная тема тогда. — У меня 3 обложки Vogue, одна обложка Playboy. У меня обложка немецкого Vogue, а также турецкий, японский. То есть я, на самом деле, имела сумасшедшую, серьёзную фэшн-карьеру до того, как я снялась в Playboy. Но знаешь, как это бывает? Никому неинтересно, пока жопу не покажешь. — А, типа, светанул и... — Да, то есть вот прикол в том, что когда я, допустим, там снялась на обложке Vogue, а особенно в России, вот никто не знал, кто такая Лиза Ки. Я там снималась в рекламах и машин, и там, я была на обложке для офисель Украина. Вот не знали меня на родине вообще. Никто, никому не было интересно. Как только я снялась для Playboy, всё. Взрыв, пепелище, вся русская желтуха просто резко начала писать про Лизу Кей. Все там какие-то блоги. Я даже, ну, никогда такое не проверял, не просматривал. Просто моментально вся Россия, Украина, всё СНГ узнали, кто такая Лиза Кей, и зачем она показала жопу, и как она туда попала. — Слушай, ну я как настоящий профессионал, конечно же, подготовился. — Ты проверил? — Конечно, подготовился к подкасту, и как бы гугл фотографии Лизы Кей. — Да, да, да. — Ты сама пришла к этой теме, я не хотел, да, никак бы говорить. — Ну знаешь, это глупо скрывать, потому что как бы как только пишешь Лиза Кей в гугле, всё там есть. — Сейчас вот напрашиваются два вопроса из этого твоего спича. Во-первых, ты как бы много чего интересного перечислила. Я как человек, который как бы, ну, не очень знаком с модельным бизнесом, для меня звучит то, что ты, ну, типа, то, что ты перечислила, обложки там каких-то журналов, сумасшедших магазинсов и так далее. Для меня звучит так, что ты просто миллионер уже, реально. У тебя дом на Хилзах, ты приехала сюда там на Ламборгини, да. Ну, то есть как бы, ну, это реально прям крутые реальные имена и так далее. Так ли это? Есть один человек, который я проверил, он пришёл из твоих подписчиков в вопросы, которые ты у себя разместила. Это очень интересно, на самом деле, кто этот человек, потому что закрытый аккаунт, но этот человек вроде как девочка по фотографии. Она задала несколько, несколько таких вопросов, очень колких. И вот в связи с этим, с этой же темой, о которой мы сейчас говорим, вопрос такой. Сколько она зарабатывает, ибо живёт в комнате? Сучка. Стоит ли идти в модели за такие доллары? Вот так вот она задала вопрос. Так, то есть вопрос, сколько я зарабатываю, да? Да. Блин. Ну, слушай, не знаю, можно, я могу, конечно, какими-то грубыми примерами, я, в принципе, всегда очень открыто про финансовую тему говорила, но я, наверное, немножко более широко возьму. Зарплата модели, в принципе, зависит от её статуса, то есть если у неё есть какие-то уже регалии, конечно, её зарплата будет слегка выше, чем там у обычной модели или модели, которая начинает, и плюс также зарплата зависит от того, какое использование прав идёт. То есть если эта фотография с моим лицом будет просто где-то на сайте, это там одна цена. Если моя фотография будет на кружках, чашках, кульках, кульках Ростов, пакетах... Пятёрка, коллаборация, Пятёрочка или Закейс? Да, там на пакетах, на постерах, журналах и там на постерах в магазинах, это, конечно, намного... Пятёрочку занесите, пожалуйста, на PayPal. Да, это намного больше денег, поэтому всегда зарплата зависит исключительно от того, насколько широко будут использоваться твои фотографии. Допустим, я была лицом Sketchers последние полтора года, и Sketchers мне платил, если я не ошибаюсь, 4 тысячи долларов каждые полгода просто за факт использования. То есть я не работала, мы один день отсняли, и просто они как бы, ну, доплачивали, доплачивали, доплачивали. Но это было не такое большое использование прав. Когда я снялась, например, для фирмы Olay, все знают, девчата, особенно, это самая крупная косметическая фирма Америки, мне заплатили 50 тысяч долларов за год, потому что фотографии и видео были использованы по всему миру. Поэтому зарплата очень варьируется, и как бы она может, знаете, как волнами, как и у любого, мне кажется, интерпренера. Ну, то есть такая штука у тебя сдельная, реально, то есть вообще, окей, давай так, ну, в среднем, в среднем в год сколько ты делаешь? Ой, даже так? Ну, давайте, ну, давайте скажем, что, не будем, да, сильно, давайте скажем, что больше 100 и меньше 500. Спасибо тебе, тебе надо после карьеры модели в политике идти, или параллельно. Ну, ладно, спасибо, понял тебя. Хорошо, про финансы чуть поговорили, я думаю, может, еще коснемся попозже, посмотрим. У нас живой разговор, подкаст без правил. Возвращаясь к теме плейбоя, судя по тому, что ты сказала, создается впечатление, что это была, как будто бы ошибка сняться в плейбое. Как ты считаешь? Это то, как, нет, это мне показалось немножко ошибкой, что они позвали меня, потому что, ну, первый раз я для них снялась, вот когда была обложка, мне было 23 года. То есть они ошибку, типа, совершили? Да, мне казалось, что плейбой совершил просто страшнейшую ошибку, потому что, ну, мы все, когда слышим слово плейбой, мы представляем каких-то таких жгучих, не знаю, прозилок, таких там с грудями, попами, губами, такие, ну, какие-то более яркие. А я такая, ну, такая русская девочка, как бы, такая беленькая, глазки там, типа, нету каких-то, но опять же, вернемся к сиськам. Ну, как бы, они есть, но их не столь много, как... Норма. Да, такая, эль классико, я назову. Вот, поэтому я не проходила никогда кастинг, я сама там никак им не писала, они сами написали в мое модельное агентство и меня запросили. То есть они просто сказали, здрасте, мы снимаем следующую обложку, мы рассматриваем вот вашу модель Лизу Кей. И агентство сразу же позвонило мне, и они говорят, вот, есть обложка на Playboy, хочешь или нет. И я тогда, вот именно в этот момент, я была уверена, что это ошибка. То есть я такая, ребят, что-то, может Лиза там какая-то другая, вы точно ничего не перепутали, ну, зачем Playboy будет меня просить? Нет, 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 хотят тебя, вот именно тебя. Я растерялась, и, ну, в какой-то момент, когда я поняла, что, видимо, это всерьез, я начала всерьез об этом думать, потому что все-таки для любой модели решение сняться для Playboy, это очень большое решение, это определенный там карьерный путь, ну, и в принципе, да, как бы репутация, с которой мы все имеем дело, я с ней, если честно, имею дело там по сей день, всегда встречаются люди, которые очень критично к этому относятся, которые начинают тебя осуждать и делать о тебе какие-то выводы до того, как они тебя встретили и поговорили с тобой. Я посоветовалась с моим на то время бойфрендом, он был безумно счастлив, я посоветовалась с своими родителями, мама, конечно, безумно нервничала, мама, русская мама, папа поддержал, папа вот просто, я папу своего обожаю, вот, чего я не творила в своей карьере, он всегда говорил одно самое главное слово, ну, красиво же, и да, когда я как бы, ну, посоветовалась с ними, они сказали, ну, однозначно твое решение, в любом случае, ты взрослая девочка, единственное, что мне мама тогда сказала, она говорит, ну, смотри, там, принц Чарли, наверное, на тебе не женится, и я тогда так реально, ну, на секунду действительно задумывалась, я взвешивала все за и против, я подумала, блин, ну, если, там, мой мужчина, жених, будет меня осуждать за то, что я снялась в плейбой, то, нахрен мне такой жених нужен, в принципе, и я решила, что это даже отчасти будет неким фильтром, да, вот в моем будущем, среди моих друзей или мужчин, потому что, блин, я не хочу быть окружена людьми, которые считают, что женщина там не может делать все, что хочет со своим телом, самовыражаться в любых вообще каких-то интерпретациях, поэтому, да, я согласилась, я тебе честно признаюсь, до самого последнего момента, я думала, что это ошибка, то есть, я летела на съемку, мы снимали в другой стране, на локации, я вот реально летела, думала, вот я сейчас зайду на съемочную площадку, и они все так вот, 50 человек, этого продакшена, вот так вот все резко, драматично обернутся, и такие, мы сделали ошибку, это не она, это другая, вы же Лизу Кей, Кей, которая там Лиза, Мэй, Лейн, но не Кей, да, но, тем не менее, да, когда я прилетела, это была не ошибка, и действительно забукировали меня, потом я уже выяснила, что журнал возглавил сын Хью Хефнера, Купер Хефнер, и он решил журнал сделать немножко более таким фэшн-стилем, то есть до меня на обложке была Кейт Мосс, что мне тоже немножко продало, я большой фанат Кейт Мосс, когда мне сказали, что Кейт Мосс будет на обложке январьского выпуска, а я на обложке мартовского, я такая, блин, трындец, ну о чем еще разговаривать, как бы, если я буду в одной упряжке Кейт Мосс, вообще, где подписывать, и поэтому, да, они на тот момент начали брать немножко более таких фэшн-моделей, не столь там масляных, силиконовых, а более таких, знаешь, молоденьких, свеженьких, я не знаю, как это назвать, ну таких более, знаешь, такая, как Лолита Набокова, таких более, боже, какое слово подобрать, если не свеженьких, но это так отвратительно, соченьких, ну вот как раз-таки, наоборот, источники в более таких, таких, не знаю, ну короче, сами зайдете, загуглите, давайте поднимем частоту запросов, это самое главное, частоту запросов в гугле, поднимем, давайте, посмотрите, напишите в комментарии, как норм или не норм, да, так что да, я была вот одной из первых девочек, кого они начали брать из вот таких новых, более фэшн-мотива моделей, а ты понимаешь, что многие из тех, кто сейчас смотрит, не поверят, то, что просто Лиза, просто в агентстве, в каком-то работе, сейчас многие такие, кому дала, Влад, в трейлер это вставь, кому дала за плейбой, кому дала, слушай, конечно, это была вообще интрига, самая главная, особенно, когда вот выпуск вышел, еще такой прикол, что когда вышел уже второй выпуск, 2017, блин, я была девушкой номера августа, и в сентябре Хью Хефнер скончался, так случайно, это взаимосвязано, думаешь, как-то? Да, ты знаешь, одна газета сделала вывод, что ростовчанка его заебала до смерти, да, А ты с ним лично знакома? С ним, нет, с сыном, да, с сыном, да, он, кстати, подписан на меня в инстаграме, я очень горжусь, да, с ним лично я так и не познакомилась, а в офисе плейбой я была, меня познакомили со всей командой, меня познакомили с сыном, с Купером Хефнером, супер приятнейший парнишка, вообще, очень приятная команда, слушай, я тоже этого боялась, я когда шла на съемку, я, конечно, понимала, что не будет никаких извращений, там, или чего-то, но мало ли, да, плейбой, есть определенная репутация, я боялась, что на меня там напялит какой-нибудь халатик, заставят там, ну, не знаю, как-нибудь дебильно кривляться на камеру, там, может, там, чем-нибудь светить, ну, благо было агентство, которое я знала, что это контролирует, я была очень удивлена, что было все вот просто как обычно, то есть, самая обычная съемка, просто вот, это вот наши наряды минимальные, это там свет, это там ассистент, еще тебе наряды, ниточка, да, наряды были, вот наряд тебе, да, первый наряд, это второй, вот, 2-2 наклеечки, да, наряды были вот минимум, там, что тебе кофе, что, а чем обедать будешь, тебе салат, суп, чего там, что ты кушаешь, вегетарианка, то есть, вот, абсолютно стандартные разговоры, как будто мы снимаем просто каталог одежды. А сколько мы можем узнать, сколько плейбой платит за обложку? Слушай, я могу сказать, сколько мне было, заплатили тогда, тогда мне заплатили 10 тысяч долларов, асси... Ну, это мне кажется, опять же, я как обыватель служу, мне казалось, что намного больше, ну, прям, мне кажется. Кейт Мост, наверное, побольше платили. Типа, несмотря на то, что такое издание, да, ну, мировое, ты знаешь, журналы, в принципе, зачастую даже не платят, то есть, журналы, это такое понятие в модельной индустрии, что это круто, это большая publicity для тебя, поэтому они зачастую вообще там 100 долларов платят, поэтому 10 тысяч за обложку, это на самом деле сумасшедшая идея. Типа, наоборот, они тебе медийность, да, да, ну, ты представь, да, это действительно была сумасшедшая медийность для меня на тот момент, то есть, несмотря ни на что, там, мировые бренды белья и купальников обзванивали мое агентство, и, там, искали меня, да, ту самую девочку с обложки. Круто. Слушай, ну, опять же, раз уж коснулись темы плейбоя в начале, ну, ты знаешь, я тебя не удивлю, ни Серегу не удивлю, о том, что, особенно в Америке, я не знаю, как в мире в остальном, но особенно в Америке, когда русская девочка, которая говорит, я модель, сразу 90% людей, которые это слышат, сразу, как бы, они, ну, ассоциация с эскортом, эскортница, проститутка, и так далее, и тому подобное. Вот как ты к этому относишься, как ты думаешь, почему так, почему вообще в целом, как бы, такой, ну, как, я не знаю, миф, не миф, репутация такая русских девочках, в Штатах, и почему такая репутация, связанная с вообще профессию моделей? Слушай, мне повезло в моей карьере избежать работы в России, то есть я никогда не работала в России, никогда не находилась в Москве, у меня так получилось, что я вот высылаю там свои эти фотографии на диске, я моментально подписала контракт с заграницей, и я сразу уехала работать за границу. Я наслышана про моделинг в Москве, и про то, что действительно там зачастую, как бы, рынка как такового нету, то есть, ну, нет у нас в России такого количества журналов, как в Париже, там такого количества каталогов, поэтому там, опять же, там, может, какие-то девчата меня осудят из Москвы, но там нету 20 кастингов в день, соответственно, рынок мертвый, один кастинг в неделю, и, видимо, там какие-то агентства, опять же, на те времена, зарабатывали тем, что делали какие-то там, ну, я опять же, слышала истории про какие-то приватные показы купальников, то есть, это какие-то мужики там развлекаются, знаешь, они там, не знаю, берут ресторан, закрывают для себя на ужин и заказывают девчат просто, чтобы они там в купальниках ходили, я не знаю. Ну, не только ходили, в Дубаях мы слышали недавно. ходили, а там, может быть, потом с ними, с ними всеми, не может быть, а высоковероятно, я бы сказал. Да, высоковероятно, их пригласят потом за стол, там, как-то, да, распределят. Я тебе честно скажу, а я никогда в жизни в таком не участвовала, я никогда в жизни такое не видела, чему я рада, но я видела другое. Я, конечно же, все равно видела, там, каких-то фотографов-извращенцев, каких-то агентов, которые пренебрегают, да, там, своими полномочиями. Все равно, конечно, в модельной индустрии это есть. Есть мужчины, которые находятся в статусе, в котором они могут тобой воспользоваться, да, имеют какую-то власть и там, как-то сказать, take advantage of you, да, и действительно, там пару раз бывали прецеденты, когда я приходила на кастинг в приличных городах, там, в Милане и в Париже. Я помню, какой-то у меня был кастинг, где я пришла, кастинг на купальнике, ну, там, каталог купальников, окей, типа, все нормально, но фотограф, он давал купальник девочке переодеться в ванне, и она выходила в купальнике, и он вместо того, чтобы делать пару фотографий просто, ну, там, грубо говоря, у стеночки, не надо там, там все понятно по фигуре, если ты просто сделаешь фотографию девочки, перед, боком, он такой, давай, ложись мне на кровать, там, играйся с моими подушками, я буду тебя фотографировать, я помню, что вот я сидела там на диванчике, ждала своей очереди, смотрела на этот пиздец, и такая, что тут не то, как бы, ну, ему не нужны такие фотографии, как бы, зачем ему фотографии на кровати, в подушках, в моей, играйся с моими подушками, это в прямом смысле, или в переноску, ну, да, ну, типа, он там, давай, там, знаешь, позирует, что-нибудь делай, дикая, там, шутка была, ну, типа, давай, то есть, он именно не просто там просил, знаешь, там, сядь на стульчик, да, или просто встаню из стены, я сфотографирую твою фигуру, это нормально, что там на каталоге белья, клиент хочет видеть там, чтобы у тебя не было целлюлита, не знаю, растяжек, он именно, ну, что-то снимал там для себя, или для соседа, или там, черт его знает для кого, и, как бы, допустим, на этом кастинге, я такая, ну, я, пожалуй, свалю отсюда, не хочу ваш каталог, я выходила, просто звонила в агентство, и давала им знать, что, слушайте, тут что-то не то происходит, то есть, прецеденты бывают, как бы, мы живем в реальном мире, и в любой индустрии, как бы, молодыми девушками, красивыми, конечно, могут хотеть воспользоваться, но меня, слава богу, обошли все эти эскортные истории, единственное, что я скажу, блин, я вот часто это говорю, девчонки в модельную индустрию идут за тремя вещами, за баблом, как бы, понятно, да, Россия, там, СНГ, я вот, например, шла, когда мне предложили контракт, у меня первая мысль была, офигенно, хочу в Питере учиться, то есть, у меня вот мечта была учиться в Петербурге, у родителей денег нет, у меня нет, ты такая, классно, сейчас съезжу по контракту, срублю бабла и поеду учиться в Петербург, мечта сбылась. Другие девчонки идут за знаменитостью, естественно, по подиуму, там, обложки, и третьи идут за мужем, и вот, возможно, девчонки, которые идут за мужем, да, вот она такая, хочу итальянца, француза, хочу жить в Монако, ездить на яхте, конечно, они ведут себя по-определенному, то есть, пока какие-то девочки ходят на кастинги, сидят в очередях, и там, не знаю, занимаются спортом, пытаются как-то развивать карьеру, они, возможно, ходят на какие-то вечеринки, да, вечеринки везде есть, моделям всегда на самые крутые мероприятия, двери открыты, и они, возможно, в свое время инвестируют больше в ту сторону, нежели в развитии карьеры. И, конечно, скорее всего, они заканчивают там с какими-то селебами, не знаю, джастинами Биберлами, Ленардо Ди Каприо, и как бы их жизнь идет уже в ту сторону, и, конечно, это приносит тоже свою репутацию, то есть даже я, когда работала, конечно, там среди каких-то девочек, кого я знаю, они такие, а, ну вот, а Люся там ходит вечерами куда-то, а Оля там то делает, Оля там, Маша то делает, то есть назвать их эскортницами я не могу, но это просто, мне кажется, девочки, у которых определенные цели, отличные от моих, например, которые были. Ну, ты сказала такую фразу, что многие мужчины занимают там какой-то определенный пост в бизнесе, и могут воспользоваться. Один человек в моей жизни говорил хорошую фразу, если ты не хочешь, чтобы тобой воспользовались, тобой не воспользуются. Ну, и все же, как ты считаешь, почему, когда в Америке слышат, ну, люди слышат словосочетания русская девочка, у многих сразу возникает ассоциация, причем неважно из какой страны я жил там, и на том побережье, и на этом, с людьми с разными национальностями, с разных стран общаешься, и сразу люди, эскортница, шлюха, много денег надо спускать, и так далее, и тому подобное. Да, 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 много денег. Это очевидно так, согласись, что такое есть, такая репутация есть. Ну, конечно, я это слышу про себя постоянно. Как ты думаешь, почему так? Слушай, ну, русский, ты знаешь, вот я когда там с кем-то новым знакомлюсь, с иностранцами прежде всего, потому что русские парни про русских девушек знают все, но каждый раз, когда я знакомлюсь с каким-то иностранцем, он меня вот шарахается, то есть первая реакция всегда «Ууу, Russian models», и действительно, репутация, ты знаешь, не сколько эскортница, сколько ты разденешь меня до трусов и просто выкинешь в канал, уедешь на моем кабриолете куда-то далеко. Сто процентов такая репутация, причем, ты знаешь, я отчасти я выбираю даже это использовать ну, как бы в плюс для себя, то есть не оскорбляться из серии там, а да-да, чуть-чуть куда-нибудь не туда посмотришь, я тебе башку откушу, имею в виду, то есть я это использую как бы к себе в плюс, но, слушай, наши девчонки кровожадные, мне кажется, потому что, блин, сейчас буду, извините, не хочу гнать на Россию, мама меня убьет, ну, блин, ну вот я была 17-летней девочкой, я вот такая, закончила школу, хорошо там, блин, с пятерками, такая, ну и что дальше, учиться в Ростове, в каком-то там говновузе, не знаю, работать непонятно кем, высрать трех детей в 25, и что дальше, там, никаких амбиций, никакого будущего, мне кажется, что наши русские девки прекрасно знают, что нас ждет там, там сзади, да, и зачастую не так много нас амбиции ждет, и они поэтому вот просто выгрызаются, врываются, вот, когтями, и вот идут там по головам к своим целям, за что, опять же, я не могу их винить, как ты сам сказал, если не хочешь, чтобы с тобой воспользовались, тобой не воспользуются, так что, вайс-аверсо. Ну а что вообще вот эта задвижуха с знаменитым Петей Листерманом и так далее, действительно ли, ну существуют такие чуваки, которые ходят, вытаскивают там из модельных агентств девочек, приводят их к олигархам, там знакомые и так далее, продают, ну как он, как он говорит, пушистое золото, торгаясь пушистое, мохнатое золото, да, слушай, Петя Листерман написал мне на всех моих социальных платформах где-то еще в году, так, в 2009, я его везде позаблокировала, потому что чувак на вид абсолютно невменяемый. А что, какая подача, как он пишет? Ну там какой-то вот в стиле мохнатого золота, там эгегей, на яхту прям сейчас прилетит вертолет, тебя заберет, что-то какая-то вот просто, ну неадекватно, такое ощущение, что тебе человек под какими-то грибами пишет, ну по крайней мере это то, что мне было написано, я естественно просто сразу заблокировала, потому что меня это, ну, меня от этого всего шарахнуло. Слушай, агентства этим никогда не занимаются, то есть действительно есть мужики типа Листермана, такие же Листерманы есть в Америке, которые имеют прямой выход к звездам, и если тебе это интересно, как я уже упоминала, вообще не проблема, то есть попасть на закрытую очеринку к Леонардо Ди Каприо вообще не проблема, на холмы, там я не знаю, затусить с вокалистом Эрес Смит вообще не проблема, то есть любые, там, Жарет Лето. Если ты девочка, или вообще? Если ты модель, да, если ты модель, там, более-менее приличном агентстве, не ссори, Дима, тебя, тебя не факт, что возьмут. Я же думаю, Леонард, длину сегодня, ну, ну, Леонард, да, неплохо, я у него два раза была в гостях, ну, не одна. Так, 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 да, я была у него последний раз вот два года, на 4 июля он всегда тусс не устраивает у себя в Малибу в доме, он как бы там перекрывает пляж, у него прямо на пляже, у него там был волейбол, кому-то у него диджеел, типа, было, было достаточно прикольно, то есть, конечно, давайте не будем врать, интересно посмотреть, как такие люди живут, как они тусят, а если тебе интересно что-то больше, там всегда есть мальчики, к которым ты можешь подойти и там, ой, подведи меня к ДиКаприо познакомиться, это будет однозначно не проблема, поэтому, Листерман жив в душах каких-то других типов, в Америке, в Нью-Йорке, в Л.А. они однозначно есть, и если тебя интересует вот эта дорога, это очень даже не сложно. А насколько сложно вообще вот с такой работой, я вот представляю, что я встречаюсь с моделью, да, она, ну, мало того, что показы, вокруг мужчины, фотографии, голая, тусовки, алкоголь, насколько сложно вообще, ну, сохранять не знаю, быть в отношениях, находить отношения, когда ты профессиональная модель. Слушай, ну, я вот, мой личный опыт был, что... Просто, прости, я тебя перебью сразу, здесь просто человек с самолетом и собакой на аватарке задал вопрос в Инстаграме, как покорить сердце модели, вот, как бы тоже вопрос в Инстаграме. Ой, слушай, ну, блин, мне кажется, как покорить сердце любой девушки, просто быть настоящим, быть таким, какой ты есть. Мне кажется, модели, вот, там, я могу говорить за себя, своего уровня, когда мне было там 20-21 на самом пике моей карьеры, когда были вот самые громкие обложки, показы, я летала пять дней в неделю, то есть, я просто вот нон-стоп колесила по Европе, по работе, у меня не было вообще никакой личной жизни, у меня не было друзей, я чувствовала себя ужасно, одиноко, я реально, ну, после съемок, вот, прыгала в самолет, прилетала в новую страну, падала в отель и просто ревела, то есть, знаешь, это такая типичная история, вот, как от этих всех там знаменитостей, то есть, я это прочувствовала на себе, когда ты пашешь, ты вроде зарабатываешь деньги, но ты вот не видишь какого-то просвета, зачем я это делаю, что я с собой делаю, куда я двигаюсь, мне не с кем этим поделиться, мне не с кем поделиться, там, не знаю, каким-то счастьем, мне с кем потратить эти деньги, поехать на отдых, то есть, это работа очень сложная, зачастую все, один, когда полетим с тобой, на аналдин, если надо с кем-то деньги подрать, набирай в любой момент, да, ну и, блин, зачастую вот самые крутые модели, самые там сексуальные, красивые, они безумно одинокие девушки, они не ищут каких-то там понтовых чуваков, ну, если у них с головами, знаешь, все нормально, и там, не знаю, родители их нормально воспитали, они ищут настоящего простого парня, который будет ее поддерживать, который будет ее любить, уважать, понимать, и вот я там даже про себя всегда шутила, то есть, я вот после своих всех бешеных съемок всегда хочу просто приехать домой, залезть под кровать, вот так вот, знаешь, как черепаха, вот так вот, закутаться в одеялке, чтобы кто-то мне принес там покушать, и я просто счастливая буду там лежать, отдыхать, кушать и обниматься с кем-то, то есть, если ты реально был вот на той высоте, и ты видел уже весь этот гламур, все эти крутые вечеринки, ты осознаешь, насколько это такое пустое и бездушное, и ты, скорее всего, как девушка, будешь искать вот это полное и душевное, и теплое отношение. То есть, любовь, любовь, да, ребят, любовь, ничего нового, Сердечко-то твое свободно сейчас или занято? Ты был зрителем нашим, скажи. Слушай, сердечко у меня, я вот боялась, что ты это спросишь, я подготовила фразу, что у меня сердечко просто, пепелище, и я просто вот ёжик в тумане с этим. Знаешь, помнишь, как он такой с палочкой, у него мешочек там котлеткой, я вот как-то вот так сейчас. Ну, в связи с этим здесь есть вопрос, ещё один, от девушки, которая явно тебя хорошо знает, судя по всему. Да. Вопрос такого характера. Аж страшно. Какова жизнь замужем, и куда делся муж? Ой, блядь, слушай, наверное, это лучше не вставлять. Муж доелся груш. Ну, то есть... Это, наверное, всё, что я скажу на сегодняшний день. хорошо, если ты не хочешь говорить на эту тему, проблем нет, у меня один вопрос. Вот я реально не могу понять, ты рассказываешь про тусовки в домах там Леонардо Ди Каприо, Джейми Фокс, куча звёзд, успешных людей. Ну, успешный человек, это же не значит, что он плохой человек, там, плохой мужчина. Не значит, но не значит, Ты симпатичная девушка, ты столько лет в этом бизнесе, ты видишь столько реально крутых, успешных, известных людей. Я не могу понять, почему у тебя до сих пор нет отношения с каким-нибудь реально крутым чуваком, не знаю, ну, там, обеспеченным, известным, там, каким-нибудь интерпренером, там, блогером, миллиоником, и так далее, и тому подобное. Я вот, я не могу себе найти ответы. Слушай, отношения с известными людьми были, с очень известными. нельзя палить, слушай, это некрасиво. А в смысле этого, что тайма какая-то? Не, ну, послушай, этого не было, там, допустим, в медином пространстве, в прессе, да, и, как бы, естественно, ну, зачем? Так сенсация. Ну, вот, понимаешь, вот, я, кстати, вот тоже всегда ржу с того, что, когда я встречаю людей, которые вот начинают, да, я там с тем, с тем, с тем, я такая, ты, походу, с ним просто рядом сидела, потому что люди, которые реально в дружеских, в настоящих отношениях с какими-то знаменитостями или в интимных отношениях, но они никогда такой хернёй заниматься не будут, и никогда не будут вот так вот, ну, вываливать это всё, потому что, ну, это интимные отношения. Поэтому, да, отношения были с довольно известными людьми, их было несколько, и они не сложились, потому что, ну, вот, знаменитые люди, которые мне попадались, они были немножечко тю-тю. С планчево. Ну, блин, ну, знаешь, тоже не хочется вот вешать этот ярлык, что определённая знаменитость и определённый статус немножко сводит с ума, но не без этого. Это всё равно очень зачастую такие нарциссические личности, да, которые там немножко помешаны на себе, и там могут быть зачастую очень эгоистичными, и я понимаю прекрасно девушек, потому что я была в этой позиции такая, ну и что? Ну и что? Зато он такой классный, зато он такой известный, а вот мне так приятно, ну, блин, долго приятно не будет. В какой-то момент ты всё равно, если ты здоровая женщина, ты включаешь мозги, и ты понимаешь, что, блин, ты заслуживаешь там большего, лучшего область и обращения, большего внимания, а эти люди, они, знаешь, ну, они там светят сами себе, и ты либо рядышком стоишь, либо никак. Ну, хотя бы из какой сферы, скажи, люди были известны? Актёры. Американские? Очень-очень известные американские актеры. А на какую букву именно? На какую? Да-да-да, не буду говорить. Хорошо, тогда следующий вопрос получай от этого человека. Опять же, кстати... А не думала ли ты найти себе Шугар Дэдди? Вот. Слушай, ты знаешь, блин, столько раз думала, думаю, каждый божий день, вот каждый раз сижу и думаю, почему я такая дура, почему я уже себе Шугар Дэдди не найду и не расслаблюсь? Честно, блин, вот это ростовское воспитание, ну, вот не позволяет, потому что Шугар Дэдди тоже он идёт с определённым каким-то... Ты в определённой позиции как женщина с Шугар Дэдди, и я боюсь, что тоже я ему как самка богомола просто башку откушу на следующий день и в тюрьму сяду. В тюрьму не хочется. Я очень такая волевая, свободолюбивая девушка, и там, блин, мне хочется такого равного партнёра, который просто такой же, как я, свободный, открытый, амбициозный, вот чтобы мы просто вот вдвоём неслись, как ростовские дикие мустанги и просто рвали этот мир. Так что... Если есть такой Шугар Дэдди, я-то не против. Напиши в Директ, в Инстаграм, Тиктур, заходите, Лизу Кейт, там, все сидят. Ладно, я думаю, что твою эту поклонницу или поклонника с никнеймом Я очень волнуюсь, да. How to Survive in USA. How to Survive in USA? Не знаю. А, это у неё ник такой? Да. Ну, короче говоря, мы оставим с этими вопросами. Добавили чуть-чуть перчинки, немножечко провокации в наш подкаст. Вот. Давай вернёмся, в общем, к теме модельного бизнеса. Давай, давай. Вот девушек, многих интересует вопрос, какие параметры должны быть для того, чтобы стать действительно успешной моделью. Вес, рост, и так далее. Критичный это или нет? Так, ну смотрите, давайте по канонам стандартным. Значит, рост от метра 75 до метр 78, параметры 90-60-90. Правда в том, что сейчас эти каноны, в принципе, уже не работают, особенно в Америке. В Америке им уже вообще насрать. И я вот каждый день об этом трублю в Инстаграме, в Ютубе уже тоже видео сделала, всё равно мне падлы не верят, девки, всё равно каждый день пишут. Ну, если 92, попа, я говорю, ну, меня 93, привет! То есть, сейчас, в принципе, вот, талия 60, плюс-минус 3 сантиметра. Попа 90, плюс-минус 3 сантиметра. И то, блин, если у тебя сильный Инстаграм, вот опять же, вот я постоянно долблю девкам, развивайте Инстаграм, развивайте с Инстаграмом, потому что, если вы будете медийной личностью, у вас сразу все агентства подпишут, поэтому не сосредотачивайтесь на параметрах. Опять же, знаешь, вот ещё, блин, ну сейчас гадость скажу, но скажу правду. Вот пишет девочка, а с попой 92 можно? И мне вот хочется сказать, блин, ты шнобель свой видела, зачастую, ну такие крокодилы пишут, а я моделью хочу быть, классно. Поэтому не сосредотачивайтесь там на параметрах, или чём-то, блин, развивайте Инстаграм, и, блин, пишите, не знаю, пишите в агентство. Никогда не знаешь, потому что такие девки моделями становятся, особенно сейчас в 21 веке, что не угадаешь. Откуда вообще эти вот эти параметры пошли? Почему именно 90-60-90? Слушай, это очень просто, и вот да, многие девчонки с ума сходят, типа вот, почему нет, потому что одежда, все коллекции шьются в размере сэмпл-сайз. То есть вот ты дизайнер Диор, ты нарисовал коллекцию, и она отшивается вся в размере, грубо говоря, То есть ты не будешь решить в размере L, потому что это займёт больше ткани. Ты её шьёшь в максимально маленьком размерчике, потому что ты экономишь ткань, ресурсы, и она выглядит симпатичнее, да, когда она маленькая. Поэтому вот изначально вот эта первая коллекция, она всегда в размере S. Она отснимается на фотографиях, эти фотографии запускаются там куда-то там, да, там, не знаю, байером рассылаются туда-сюда, и пока это всё продаётся заранее, идут заказы, эта коллекция уже отшивается в других размерах. Но вся, вся одежда и вся обувь всегда шьётся в размере sample size 90-60-90. Поэтому все модели этого мира должны быть 90-60-90. Если мы, конечно, не говорим про девочек plus size, да, или curvy, которые, ну, в принципе, это уже совсем другая метрика. Вот. Окей. И ещё один из самых популярных дещащих вопросов по поводу профессии твоей. Я их объединю в один вопрос, короче. Со скольки лет можно начинать работать моделью реалистично, и до скольки можно продолжать быть профессиональной высокооплачиваемой моделью? Где пенсия модельная? И, кстати, вопрос есть. Есть ли у модели пенсия? Да, к сожалению, нет. У нас нету даже этого. Как это называется, блин? Соцобеспечение? Нет. Вот как SAG у актёров. Рабочего. Юниона. 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 Да, профсоюзов у модели нет. Вот у актёров есть профсоюз, у модели его, к сожалению, нет. Слушай, ну, все всегда говорят, что начинаешь ты с 16, заканчиваешь ты обычно в 25. Я манала это мнение, потому что мне 31 через 2 месяца. Я даже не собираюсь, суки, заканчивать, даже не надеетесь. Проблема в том, что из России выбраться тяжело. И это занимает долго, много времени. То есть из России попасть в Париж или в Америку русской девочке намного сложнее, чем той же американке, которая просто через дорогу перешла, и там вот офис Вильгельмины, да. А из России, представляешь, какое количество там и заявок, и имейлов, вот это Вильгельмини на их имейлах, это всё затеревается. То есть шанс, что у тебя твой имейл затеряется, 90%. Шанс, что и там из всех тысяч заявок, плюс девочек, которые уже пришли ножками, они предпочтут тебя, которая чёрти где под Иркутском, и сделают тебе визу, оплатят тебе билет, оплатят тебе проживание, тоже очень маленький. Поэтому если девочка из России пробивается в Америку, у неё должны быть шикарные данные. Просто она должна быть безумно красива, у неё должно быть идеальное тело, чтобы агентство инвестировало такое количество денег и ресурсов, чтобы её влететь. Поэтому, конечно, зачастую нужно быть помоложе, то что если тебе, как бы всё работает против тебя, если тебе 24, они такие, ну, уже не так много лет я осталась работать, не хотим, берём вот местную. Поэтому лучше, конечно, начинать пораньше. В принципе, 19-20, насрать. Вот насрать. Если у тебя есть хорошие данные, и в 25 тебя возьмут, всё зависит от твоего напора. Как мне кажется, в любой индустрии. Правда, что среди моделей очень редко встречаются, когда девочки по-настоящему между собой дружат, что там сумасшедшая конкуренция, вот эта тема там с подрезанием платьев, там написать, накакать на чё-нибудь, там плеснуть краски перед выходом на подиум. Вот это всё правда? Слушай, это абсолютная неправда. Я вот до сих пор не понимаю, откуда это идёт. Мне кажется, это идёт из вот этих вот говношоу по телеку, какие-нибудь там, не знаю, «Ты супермодель», где это всё прописано там в сценариях. Знаешь, они там делают вот эту вот драму. В реальной жизни девочки супер дружелюбные, мы очень друг другу помогаем, потому что мы все находимся в одной ситуации, где мы все уехали далеко от дома. Я вот в 17 лет приехала в Милан, меня заселили в модельный апартамент, там было, не знаю, 5 девочек со всех концов мира, и я была ещё не самая перепуганная. То есть там были девчонки 14 лет, они просто плакали каждую ночь. И ты, ну, ты не можешь не пытаться её поддержать, да, там мы все, знаешь, такие как котятки, вместе держались в коробочке. То есть мы старшие девочки ходили с нами в супермаркет, показывали нам, как что-то приготовить, покушать, рассказывали, как пользоваться картой, куда пойти за, не знаю, таблетками, куда пойти за едой. То есть старшие всегда ухаживают за младшими. В какой-то момент, там, через пару месяцев ты становишься тоже старше, потому что ты уже прожила два месяца в Милане, ты уже всё знаешь. Приезжает очередная такая зелёная, перепуганная какая-нибудь, там, не знаю, девочка из Эстонии, такая со слезами, знаешь, уже так, с слезящимися глазками, и ты уже такая, не волнуйся, я тут два месяца назад сама, такая была, не переживай, вот есть кровать, хочешь там печеньки у меня, хочешь я тебе чайок заварю, не волнуйся, мы с тобой потом в супермаркет пройдёмся, всё будет хорошо, вай-фай тебе подключить, маме позвонить, я так и знала, вот там, туда иди, то есть всегда, наоборот, это такое сестринство, потому что мы все так далеко от дома, нам всем тяжело, страшно, мы все скучаем по родителям, и мы все приехали попытаться заработать денег, и там, не знаю, продвинуться как-то по жизни. Ну какие-нибудь конфликты происходили, давайте добавим чуть-чуть ещё перчимочки. Слушай, ну конфликты однозначно бытовые, бытовых конфликтов дофига, потому что молодые девочки зачастую страшные засранки, ну представь, там 17-16-летние девчата, которые уехали из дома куда-нибудь там в Японию работать, во-первых, там, привет, алкоголь, можно пить, можно есть сникерсы, там вообще хрен пойми чем заниматься. Через неделю бум! Да-да-да-да! Ну это то, слушай, это то, через что вы все прошли, это то, что я делала тоже, потому что я уехала в 17, я такая, я не умею готовить, там, папа научил яичницу жарить, я такая, не хочу яичницу, хочу сникерсы на завтрак, обед, ужин, я буду заливать это всё кока-колой, а то и пивом, потому что родителей нет, гуляем, вот, поэтому, ну это всё, естественно, срач, то есть я жила с девчонками, там, какими-нибудь 17-летними бразилками, у которой просто, знаешь, трусы вперемешку, с печеньем перемешку, со сникерсами, вот на кровати вот так это всё размазано, и она, да, и она там, она звонит в туалете, закрывается, и звонит своему бразильскому бойфренду, и ревёт там на взрыв, у неё тушь по роже течёт, она там ревёт до трёх утра, потому что разница с Бразилией, и я вот просто весь вечер, там, три часа ночи, сука, я спать хочу, заткнись, то есть, скорее такие конфликты, что я просто выламывала дверь в туалет, и говорила, да, когда же ты уже заткнёшься, падла, мне завтра на работу, такого очень много, но одна девочка здесь задавала ещё вопрос, не жалеешь ли ты вообще, потому что, смотри, ты очень много рассказываешь про то, как девчонки приезжают, там все в слезах, я понимаю, там в основном детишки, там подобное, про свою работу, изнемогающую, ты вообще как бы, ну, довольна тем, что ты стала моделью, как бы? Абсолютно, да, да, конечно, были моменты, когда я жалела, вот, блин, это тоже, это сумасшедшие эмоциональные американские горки, опять же, потому что ты молодая девочка, и ты попадаешь в ситуацию, ну, где-то не должна быть, там, 17-18, какие-то продакшены, за 300 тысяч долларов, и все на тебя смотрят, и как, всё зависит от тебя, можно с ума сойти, кирпичей наложить, но я однозначно сейчас, смотря назад, как ты понял, я уже люблю, я не жалею вообще ни на секунду. Чем-нибудь бы другим бы занималась, вот, если бы не модель была, чем, думаешь, занималась бы? Слушай, изначально я должна была быть реставратором, я рисовала, и я уже училась для, ну, в художественной школе, должна была туда куда-то двигаться, но, видишь, как-то свернула не туда, в сиськи-письки. Профейлы. Да. Вот я просто, знаешь, представляю, смотрел несколько показов модельных, всяких этих ваших штуковин, дефилей и так далее, и тому подобное, ты, я вот представляю, ты выходишь, огромный зал, куча людей, бывало такое, когда-нибудь, что ты подскальзывалась, падала, там, что-нибудь напротив 100 камер, да, и тебе было очень стыдно. У меня для тебя плохая новость, я ни разу не падала. У меня, у меня балетное училище за спиной, с шести лет, я, в принципе, не могу упасть, то есть у меня баланс сумасшедший, слава богу, но, блин, да, это популярная тема, но из фейлов, слушай, у меня фейлы, знаешь, такие просто каких-то диких съемок есть, я там снималась с верблюдом на Канарских островах, у которого там какая-то адская течка была, и он просто не в адеквате был, и он там плевался, кидался, и мне нужно было, блин, держать его за эту фигню, и в красивом вечернем платье делать вид, что все под контролем, я снималась с чучелом животных каких-то странных, Германии, у меня, в принципе, были веселые съемки, меня там подвешивали на каких-то канатах, что я типа лечу, и каждый раз это вечернее платье, туфли, ты вот висишь там на этой, и ты думаешь, господи, зачем я этим занимаюсь, что я с тобой делаю, просто веселых историй, много фейлов, наверное, не могу вспомнить. Как не унывать, если в жизни одни неудачи, спрашивает Елена Головко. О, это точно мои. Они любят. Блин, ну это такой какой-то, надо однозначно идти в телек... Элис, и второй вопрос. Ага, чтобы сразу, да? Как не унывать, если ничего не получается? Блин, зайчик ты мой родной. Блин, я прекрасно знаю, я сама такой нигилист, депрессивный по своей природе, надо к терапевту и отрабатывать нужду в страданиях. Сама недавно туда ходила, да, это надо менять, причем надо со специалистами менять, ребятки. Сама знаю. Тони Робинса, не смотрите, я вас умоляю, потом хуже будет. Я предлагаю, у нас чуть-чуть проскальзывало, это уже в предыдущих подкастах, я предлагаю на этот раз ввести, так сказать, начиная с этого выпуска, ввести это на постоянную основу, рубрику вопрос от Сергея. Сергей, есть какой-нибудь вопрос? Сергей в шоке. Раз пока нет, тогда уже задашь на следующем подкасте. У нас час пролетел незаметно, огромное тебе спасибо, что пришла, было очень клево. Ребят, если хотите, чтобы еще, допустим, Лиза пришла, если она не будет против, пишите вопросы под видео, если их будет много, мы зафигачим продолжение про модельный бизнес и российские письки. Я хочу, да, ребят, пожалуйста, я еще раз хочу прийти, тут водичка бесплатная, а я в комнате живу, понимаете, как бы, блин, тут такие... заделал, заделал, заделал. Все, спасибо. 55 минут, все, как надо, четенько. Я все вопросы почти задал.